Турция Военная обстановка в Сирии 5 июня 2018 года 4 июня Госдепартамент США официально признал то, что Турция и США подписали дорожную карту по расположенному на севере Сирии городу Манбидж. Объявление последовало после встречи в Вашингтоне между министром иностранных дел Турциями в летом Чавушаглу и госсекретарем США Майком Помпео. В настоящий момент Манбидж контролирует поддерживаемые США сирийские демократические силы СДС. Основу СДС составляют курдские отряды YPG и YPJ. Анкара считает их террористическими группировками. Ранее Турция заявила о том, что в рамках дорожной карты США и Турции по Манбиджу, отряды YPG и YPG должны будут покинуть данный район. Однако реализация и реальная информация о деталях соглашения по-прежнему находятся под вопросом. В тот же день возле военной базы США и Франции в подконтрольном СДС городе Айнесса прогремел взрыв. По данным источников лояльных оппозиции, в результате инцидента погиб как минимум один человек. Однако в настоящий момент дополнительных деталей неизвестны. Согласно сообщениям, на базе Айнесса находится порядка 200 американских и 75 французских военнослужащих. 4 и 5 июня СДС продолжили наступление на ИГИЛ на восточном берегу реки Ефрат и, как сообщается, заняли населенные пункты Аннамура, Тальмонах и Ат-Даху. 3 и 4 июня сирийская армия и ее союзники отразили череду атак ИГИЛ, проведенных как с восточного, так и с западного берегов реки Ефрат. Основные бои проходили в районе населенных пунктов Джилаа, Саи-Яль и Хасрат. Некоторые источники даже распространили информацию о том, что с помощью данных атак группировка террористов вывела некоторых своих боевиков из окруженного СДС района Хаджин в пустыню Хомс. Сообщалось о боях между правительственными силами и боевиками к западу от города Алеппай. Данный случай, а также иные инциденты на севере провинции Хам и Латакия, показывают то, что создание наблюдательных постов в так называемой зоне деэскалации Идлиб недостаточно для поддержки полноценного режима прекращения огня на данной территории. Основной причиной тому является сохраняющийся высокий уровень влияния Хаят Тахри Рашам, бывшая Джабхата Нусра, сирийское крыло Аль-Каиды, на данной территории. Продолжение следует...